Вы смотрите программу «Тему дня». Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции у молодежи Тверской области. С чего обычно начинаются эти печальные истории, чем заканчиваются, реально ли выбраться из этой кабалы и как, расскажут гости сегодня. Здравствуйте. Руководитель кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию «Жизнь одна» Анна Дуденкова. Вадим Вадимович Кочегуров, врач-нарколог, заместитель главного врача Тверского областного клинического наркологического диспансера. Здравствуйте. И главный врач Тверского областного спид-центра Александр Сергеевич Раздорский. Добрый день. Анна, вы как человек, переживший такую же историю, расскажите немного о вас, как вы ее переживали, что с вами случилось? Да, добрый день. Еще раз скажу. Меня зовут Анна, и сегодня я уже 9 лет являюсь и сотрудником благотворительного фонда, который занимается профилактикой негативных явлений среди молодежи, среди населения. Но 9 лет назад когда-то я поступила в реабилитационный центр «Поль к свободе» здесь, в Тверской области, и проходила реабилитацию от наркозависимости. Сегодня мне 35 лет, тогда мне было 27, но впервые я встретилась с наркотиками, так скажем, легкими, модными наркотиками, тогда это так называлось, когда мне было 21 год. Это дискотеки, то есть нам казалось, что это очень модно, и ребята там привозили из Москвы из обеспеченных семей, и нам казалось, что это круто, что я буду не такой, как все. Мой супруг, он тоже являлся, так сказать, мы с ним вместе попробовали, что это такое, но он как-то отступил, мы с ним развелись вскоре, тогда я была замужем, и у меня уже был маленький ребенок. А я, сама того не замечая, просто стала все больше и больше в это втягиваться, сначала по выходным, сначала мне казалось, что это легкие наркотики, что это не так страшно, что так делают многие практически, все современные молодежи. Но со временем я поняла, уже когда я переехала в Москву, о том, что мой круг общения, он сузился, и все мои знакомые, друзья, они стали исключительно только такие же потребители, как и я. То есть у нас была одна задача, это найти наркотики, уже были даже времена, когда было все равно, какие это наркотики. К сожалению, я через время перестала общаться со своими родными и близкими, потому что они уже, ну, боялись даже где-то пустить меня домой, потому что, естественно, как все знают, да, наркозависимые люди, они могут и воровать, и, соответственно, слава богу, у меня мама очень строгая, и она в этом плане вела себя очень правильно, да, она правильно со мной общалась, то есть она говорила о том, что если ты проблему эту решать не хочешь, то тогда двери к нам у тебя закрыты. Я не видела дочь, я из-за этого, конечно, очень переживала, мне очень хотелось бросить, я искала выход, я пыталась всячески, и там ходила в православную церковь, и пыталась как-то уезжать куда-то, то есть там два-три дня, как это на сленге у зависимых людей называется, перекумарить, но ты возвращаешься опять в то же общество, ты возвращаешься в ту же реальность, ты понимаешь о том, что все на тебя смотрят уже как на человека, который бывший зависимый, которому нельзя доверять, который уже может либо украсть, либо обмануть, и, соответственно, это тебя морально просто подводит опять к тому, что, в принципе, у тебя есть только один путь, это употреблять, ну и, как сказать, да, кто-то у нас из друзей умирал, падал там, выпрыгивал с крыш, вешались ребята, и, конечно, страшно, и у меня тоже были мысли о суициде, потому что меня угнетала, конечно, реальность, что я жила, росла, и вот в тот момент, когда у меня уже есть высшее образование экономическое, и, казалось бы, в жизни все могло бы быть совсем по-другому, в общем, я была разочарована и только уже думала о том, как бы мне, так скажем, умереть, и мне встретились ребята, которые являются волонтерами центра реабилитации, они мне сказали о том, что есть другая жизнь, как-то так по случайной, да, вот случайности у них с собой оказался ноутбук, они показали мне фотографии о том, какие они были и какие они стали сегодня, и меня, конечно, это впечатлило, я ухватилась, как за последнюю соломинку, я приехала в центр реабилитации, ее прошла, мне было тяжело, потому что распорядок дня, там, когда надо кого-то слушаться, кто-то тебя учит, как надо убираться, готовить, и вообще, как нужно разговаривать, и, конечно, это сложно по-своему, ты берешь ответственность, ты учишься этой ответственности сначала за какие-то маленькие вещи, потом уже и за свою жизнь, и, конечно, через время мы наладили отношения и с родными, и близкими, и я, конечно, очень благодарна тому, что тут есть такие люди, есть такие места, организации, куда ты можешь прийти, и это благотворительная организация, то есть понятно, что на тот момент я была уже не нужна никому, на улице мне был только один уже путь, это, к сожалению, на тот свет, тем более, ну, как, знаете, ты слышишь, что бывших не бывает, и это не мотивирует тебя меняться, то есть ты живешь в таком страхе, сомнении, и когда я уже прошла реабилитацию, конечно, я поняла, что эти люди мне не безразличны, и я понимаю о том, что есть выход, есть, да, определенный образ жизни, который тебе может помочь измениться, да, который может стать для тебя, вот, наверное, этим твердым основанием, и сегодня уже вот 9 лет я, ну, как живу такой полноценной жизнью, мы помогаем другим, то есть тогда это была общественная организация, центр реабилитации, сегодня мы уже стали как веточкой, стали оказывать поддержку женщинам с детьми, то есть это зависимые женщины, они нарко, алкозависимые, из мест лишения свободы, которые без определенного места жительства, насилие в семье, то есть те женщины с детьми, которым, ну, по сути, это либо дети, которые уже временно помещены в специальные учреждения, так как мама зависимая, и, опять же, да, в нее никто не верит, ей уже, кажется, не помочь, и сегодня, вот, я уже вижу, за то время, вот, пока работает наш проект, шестой год, вот, летом будет шесть, через нас прошло, ну, больше 150 женщин и практически столько же детей, то есть, конечно, по статистике 40% из них, это только 40%, которые восстановились, но это те мамы, те женщины, которых я знаю, с которыми я общаюсь, с которыми мы контактируем, курируем их, то есть это счастливые мамы, у них восстановленные семьи, они не употребляют, они нашли себя в этой жизни, то есть они где-то, кто-то трудоустроен, кто-то вернулся, может быть, в свой город по месту жительства, в общем, поэтому я сегодня уже понимаю, что есть выход, есть возможность начать жить заново, и это реально, я этому пример, конечно, знаете, как я часто слышу, и понятно, что это, да, может быть, как языком профессионалов, специалистов о том, что это ремиссия, и то, что она может длиться, да, сколько-то лет, она может закончиться, я как склонна к этому относиться немножко иначе, потому что я не отменяю этого слова, это термин, да, он используется, но я понимаю о том, что каждый человек, он по-своему не застрахован от этой проблемы, то есть у нас обращались очень разные люди из очень разных семей, из очень разного статуса, да, иногда это и обеспеченные люди, и имеющие довольно высокие чины там, да, но у них дети становятся зависимыми, и я понимаю, что этому тоже есть причины определенные, поэтому от этого никто не застрахован, страшных семейных трагедий, которые, ну, знаете, выбивают почву из-под ног, и люди, к сожалению, они окунаются, часто вот женщины с детьми, попавшие в проблему, временно помещая ребенка, да, в учреждение для того, чтобы наладить, так скажем, свою жизнь, и потом ребенка забрать и воспитывать, чаще всего они, наоборот, ломаются морально-психологически, и опять же, снова, ближе всего почему-то это зависимость, такие люди оказываются рядом, наверное. Вадим Вадимович, чем наркотики, да, вообще грозят организму? Ну, как и любые психоактивные вещества, наркотические вещества вызывают зависимость, вызывают хроническое заболевание, да, от которого потом очень сложно избавиться, и вот в эту ремиссию войти бывает очень сложно. Страдает и психическое, и физическое здоровье человека. Если речь идет о наркотиках, то это проблемы с законом, да, которые заканчиваются часто заключением человека в места лишения свободы. Это большая проблема, связанная с близкими, то же, о чем уже мы сегодня слышали, потому что такая проблема в семье, она не оставляет равнодушным никого, ни взрослых членов семьи, ни детей. Формируется часто у родственников созависимое поведение. Вместо того, чтобы бороться с болезнью, они делают, исходя из самых лучших побуждений, все наоборот, помогают болезни продолжаться, берут на себя, может быть, какие-то обязанности, которые они не должны были бы брать в больного человека, и также они нуждаются в психологической помощи, как и сами больные люди. Поэтому проблема эта очень серьезная и имеющая не только медицинский аспект, но и социальный, потому что поражает она чаще всего наиболее трудоспособное население, те люди, которые должны строить карьеру, создавать семьи, растить будущее поколение. Они, вот, к сожалению, либо это не делают, либо делают это не совсем правильно и хорошо. Поэтому проблема, я думаю, что всем понятна, и она остается актуальной. А сейчас прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем обсуждать тему наркозависимости и ВИЧ-инфекции среди молодежи. До выхода на рекламу мы поговорили о том, как это бывает, с чего все начинается и чем грозят наркотики организму. Мы продолжаем разговор. Стоит упомянуть, что большой процент аркозависимых являются носителями ВИЧ-инфекции. Так ли это, Александр Сергеевич? Да, безусловно. ВИЧ-инфекция и наркомания, они идут рука об руку. И употребление инъекционных наркотиков с самого начала эпидемии ВИЧ-инфекции явилось одним из путей распространения вируса. И в некоторых регионах Российской Федерации на сегодняшний день употребление инъекционных психоактивных веществ является одним из ведущих путей распространения инфекции. Тверская область в этом отношении более благополучна. У нас в регионе на первом месте находится половой путь передачи ВИЧ-инфекции. И употребление наркотиков инъекционных занимает всего лишь 30% от общей доли лиц заразившихся ВИЧ-инфекцией. Но следует отметить, есть такая вот статистика, она не секретная. Эту информацию можно совершенно спокойно найти в сети. За весь период эпидемии ВИЧ-инфекции, это вот с конца 80-х годов, где-то с 87-го года до 2020 года, практически 60% всех ВИЧ-инфицированных заразились через употребление наркотиков. При этом следует отметить, как я уже сказал, что 30% в Тверской области вновь выявляемых лиц с ВИЧ-инфекцией заражаются также при употреблении инъекционных наркотиков. 6 из 10 потребителей психоактивных веществ инъекционным путем являются ВИЧ-инфицированными. И эти цифры, они достаточно внушительны. О чем это говорит? О том, что проблема распространения ВИЧ-инфекции, она безотрывно связана с проблемой наркомании. И, конечно, когда мы говорим о профилактике ВИЧ-инфекции, мы, естественно, упоминаем о профилактике употребления наркотиков, о том, что необходимо обязательно отказаться от приема любых наркотиков, потому что не существует ни легких, ни тяжелых наркотиков. Психоактивные вещества воздействуют и на психическом уровне, и на физиологическом уровне, на организм человека, вызывая зависимость. Все упирается только лишь во время. То есть начинается с одних, заканчивается с другими, но исход, как правило, предрешен. Поэтому наша задача, всех здесь собравшихся, каждый со своей стороны, но в целом, обеспечить как раз-таки профилактику и наркотической зависимости, и как следствие профилактику распространения ВИЧ-инфекции. Вадим Владимирович, какие сейчас среди молодежи больше всего распространены виды наркотических веществ? Это инъекционные или какие-то синтетические? Ну, знаете, как ситуация складывается следующим образом, что инъекционный путь наркотиков становится реже используемым. И это, может быть, ситуация в целом неплохая. Но, тем не менее, нужно сказать, что сейчас приоритет в выборе наркотиков часто складывается в сторону психостимуляторов, конкретно синтетических катинонов. И эти вещества одним из желаемых эффектов для потребителей вызывают сексуальное возбуждение, увеличение сексуальной функции. Поэтому в таком состоянии, в состоянии опьянения, люди часто допускают незапланированные случайные половые акты, незащищенные половые акты. И они тоже служат часто причиной заражения ВИЧ-инфекции, появления незапланированных детей, беременностей. И это тоже достаточно большая серьезная проблема. На первом месте, конечно, среди наркотических веществ находятся каннабиноиды. Это ситуация, характерная и для всего мира, и для России, и для Тверской области. Но все больше и больше распространения получают различные виды психостимуляторов. Они обладают достаточно большим эффектом в плане очень скорого развития зависимости. У человека быстро снижается критика интеллектуальной способности. И он не способен осознать те проблемы, с которыми он сталкивается. И не может понять, что ему необходима помощь, необходимо обратиться к специалистам. Он отказывается принять болезнь. И это тоже накладывает отпечаток на то, чтобы такой человек получил своевременную медицинскую помощь. Часто обращаются такие люди уже достаточно в тяжелых формах заболевания после длительного стажа. Анна, главный вопрос. Почему все-таки начинают молодые люди употреблять все эти вещества? Ну, я убеждена о том, что это вопрос семьи, отношения в семье. То есть, как ни крути, конечно, есть ситуации, когда, например, человек изначально в семье неблагополучно. То есть, там, родители, к примеру, зависимые, и когда уже ребенок, он тоже идет этим же путем. Ну, вообще, все ситуации в семье. То есть, вот каждый к нам приходит, в каком бы он возрасте ни был, он рассказывает о ненормальной обстановке, атмосфере в семье. У нас, к сожалению, нет вот такого сильного направленности на семейное образование. И я знаю, что сейчас, как вот, да, уже начинают об этом говорить, и много проектов на это направлено. Но на самом деле родители либо слишком любят своих детей, либо, знаете, наоборот, недостаточно уделяют внимания. И сегодня детей может воспитывать все, что угодно. Гаджеты, блогеры, многомиллионники, которые несовершеннолетние, ну, например, да, модно курить кальяны. То есть, ну, вот у меня дочери, например, тоже 15 лет. И был такой период, когда мы долго очень спорили о том, что она мне, ну, пыталась заказать о том, что, мама, ну, на нее подписано несколько миллионов. Ну, и что, что она несовершеннолетний блогер. Ну, зато посмотри, какая она успешная. Она купила себе квартиру в Москва-Сити. То есть, значит, вот такой образ жизни, какой у этого блогера, это нормально, это модно. И это вот мода, недостаток общения в семье, недостаток заботы, родители не интересуются. Либо просто между родителями дома такая обстановка и такие взаимоотношения, драки, ссоры, споры, что дети, конечно, они находят, ну, как бы, если их не слышат дома, если с ними не будут находить на них время, то они найдут время, это на улице. И, к сожалению, сегодня на улице очень редко можно встретить что-то действительно такое, как бы, стараются, да, сейчас очень большая пропаганда, ЗОЖ, и очень много чего интересного. Но, тем не менее, вот эта вот часть, где наркотики, где все доступно, и я действительно согласна с Вадимом Вадимовичем, что к нам стали обращаться. И вот на следующей неделе мы тоже ожидаем девушку, которая недавно родился ребенок, она из Тверской области, из Бежицкого района. Она независима, ну, вот ее, так скажем, папа-ребенка, он уже куда-то пропал, вот, девушка очень молоденькая, и на самом деле, просто потому что, опять же, в семье не все в порядке, там, мама, с мамой проблемы. И так всегда, либо родители зависимые, либо отношения в семье просто разрушены. Просто так это не берется из ниоткуда просто. Вадим Вадимович, а как понять, что человек начал употреблять? Ну, часто эту проблему замечают близкие, и, в принципе, они это могут сделать, понаблюдав за изменением поведения, внешности человека. И, в первую очередь, если это несовершеннолетние, да, то тогда обращать внимание, что ребенок начинает отдаляться, меньше принимает участие в каких-то совместных семейных делах, становится скрытен, замкнут, лжив, также появляется повышенный интерес к теме наркотиков, появляются в речи слова из наркоманского сленга, которые могут непонятно быть окружающим. В среде, в окружении ребенка появляются люди, которые принимают наркотики, с такими знакомыми ребенок не спешит познакомить своих родителей, наоборот, скрывает. Также меняется поведение в плане немотивированной, повышенной активности, наоборот, сонливости и какой-то усталости. Часто родители, в первую очередь, обращают внимание на эту проблему, когда сталкиваются с денежными затруднениями, пропажей ценных вещей, денег из дома, появлением каких-то долгов у своего ребенка. Также нужно обратить внимание на появление в личных вещах ребенка инструментов, которые можно использовать для изготовления или приема наркотических веществ. Чаще всего сейчас курение используется в качестве пути введения наркотических веществ, поэтому нужно обратить внимание на пипетки, пузырьки подкопченные, фольгу, целлофановые пакетики, какие-то известные или неизвестные лекарственные препараты, прожки. И, конечно, само состояние опьянения уже свидетельствует об употреблении психоактивных веществ. Наркотическое опьянение по своим признакам очень похоже на алкогольное опьянение, также нарушается четкость речи, координация движений, меняется цвет кожных покровов, размер зрачков. И часто появляется необычный химический запах от тела, от кожи, от одежды. И вот на эти признаки нужно обратить внимание. И даже в домашних условиях можно провести исследование мочи на содержание наркотических веществ с помощью тест-полосок, которые продаются в аптеках. Поэтому по горячим следам сразу же после подобных признаков нужно попросить сдать мочу и использовать эти полоски. Если остаются сомнения, то необходимо обратиться к врачу, потому что у врачей-наркологов на приеме есть более совершенные методы исследования, позволяющие определять гораздо более широкий перечень наркотических веществ и более четко. Поэтому, конечно, не стоит бояться, нужно сразу же своевременно обращаться за медицинской помощью. Даже просто в порядке исключения сомнений, подозрений. А куда обращаться? Обращаться в наркологический диспансер. Для населения города Твери и Калининского района работает областной наркологический диспансер. В районах области наркологическую помощь можно получить в наркологических кабинетах на базе центральных районных больниц. Наркологический диспансер в Твери не откажет никакому областному жителю. Также можно обращаться напрямую к нам. И для детей до 18 лет, соответственно, в диспансере существует самостоятельное подразделение. Это отделение медико-психологической помощи для детей и подростков. Поэтому могу назвать несколько телефонов. Телефон регистратуры 51-52-80, телефон детского отделения 555-195. Наша информация о работе диспансера есть на сайте диспансера. Так что всегда готовы помочь, ответить на вопросы. И по телефону поддержки, в том числе, диспансера 55-95-90. Не исключается оказание помощи в нанимной форме. Поэтому мы всегда готовы помочь. Хотелось бы, знаете, вот что, наверное, добавить о том, что родители очень часто стараются не видеть проблемы. Вот прям работать с родителями, зависимых детей. Очень часто к нам родители обращаются, когда дети уже дома разбили стекло, ходят по стеклу. Знаете, там, ну, то есть каких-то таких уже экстренных, прям даже сейчас, может быть, обратиться к тем мамам, которые сомневаются, которые переживают. А вдруг я его обижу, задав ему вопрос, а вдруг я его обижу, попросив сделать тест. То есть это уже такая как созависимость, с которой тоже нужно работать. Мы тоже проводим группы и для родителей детей, которые там проходят у нас программу, или те, которые еще не в программе, но дети, к сожалению, употребляют. И это действительно большая проблема. Они стесняются, боятся, что они обидят своих детей и стараются как бы не видеть, знаете, прячут эту проблему. Ну, это, конечно, прям тоже очень серьезный вопрос. Анна, к вам вы говорили уже, да, что поступает женщина с диагнозом ВИЧ. В каком они обычно состоянии? Очень разном состоянии. Бывали такие случаи, когда это и 15 клеток, если я правильно не ошибаюсь, то вот полторы тысячи, да, на таких клетках должно быть у здорового человека. А приезжает женщина в 15, она 40 килограмм весит. И, конечно, мы изначально, когда человек к нам поступает, мы сразу производим, либо заранее, да, если ее там, например, родственники направляют все необходимые анализы. И, конечно, это все сразу выявляется. Мы делаем временную регистрацию и обращаемся, конечно, в специализированные учреждения, в наш спеццентр в Тверской, в Терри. То есть все наши подопечные, они наблюдаются, конечно, потому что это очень важно. Необходима специальная терапия, которую они должны принимать, ну, там, в определенное время. И очень много разных последствий. Туберкулез, то есть это все очень, ну, как всегда сопутствует. Бывают мамы беременные, которые имеют, да, диагноз соответствующий. Тогда мы также наблюдаемся в центре имени Аваева. То есть у нас тоже с ними налажено взаимодействие. Потому что, конечно, это ослабленный иммунитет. Конечно, мы за это переживаем. Александр Сергеевич, какую помощь оказывает Ваше медучреждение? Наше медучреждение оказывает специализированную первичную помощь больным с ВИЧ-инфекцией. Вне зависимости от того, это женщины, мужчины, наркозависимые или свободные от наркозависимости. Единственное, мы, конечно, оказываем помощь взрослому населению. Потому что, как Анна сказала уже, дети несовершеннолетние и беременные женщины, они обращаются в центр Аваева. У нас по приказу Министерства здравоохранения, Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, как раз оказывает медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным детям и беременным женщинам. Поэтому, обратившись к нам напрямую, либо через различные реабилитационные центры, фонды и группы помощи, человек получает помощь. В первую очередь, конечно, это обследование. Когда мы видим ВИЧ-инфицированную в первый раз, мы должны оценить состояние его здоровья, провести все необходимые анализы для того, чтобы понять, как лечить, чем лечить, и назначить правильную терапию, которая будет эффективна, которая не будет направлена во вред этому человеку, потому что в ряде ситуаций назначение терапии должно быть отложено при наличии каких-либо сопутствующих заболеваний, которые нужно вылечить в первую очередь. Поэтому работа здесь такая комплексная, разносторонняя. И могу сказать, что у нас на территории Тверской области, да, собственно, как в любом другом субъекте Российской Федерации, существует межведомственная программа по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах, к которым как раз-таки относятся и наркозависимые люди. И мы стараемся активно взаимодействовать с некоммерческими организациями в рамках соглашений, в том числе и с организацией, которую представляет Анна. У нас есть опыт взаимодействия по оказанию помощи наркозависимым или тем, кто обратился за помощью к ним, по организации профилактических мероприятий, как в очной форме, так и дистанционной формы взаимодействия в виде различного рода вебинаров, каких-то вот таких зум-конференций. ВИЧ-статус, он сократит продолжительность жизни? Как он вообще влияет на качество жизни? Сама по себе ВИЧ-инфекция приводит к медленному разрушению иммунной системы человека и делает его уязвимым перед теми инфекциями или онкологическими заболеваниями, которые, по сути, не опасны здоровому человеку. Поэтому наша задача, как можно раньше выявить ВИЧ-инфицированного человека, обследовать и назначить лечение, которое принимается пожизненно, постоянно. Лечение как профилактика различного рода оппортунистических болезней, так и профилактика распространения ВИЧ-инфекции дальше. Потому что человек, который принимает терапию, имеет неопределяемый уровень вирусной нагрузки. Мы знаем, все существует такое равенство, неопределяемое равняется непередающее. То есть, если вирусная нагрузка подавленная, то, соответственно, риск инфицирования, до дальнейшего, риск передачи инфекции, он также минимальный. Поэтому наша задача выявить, назначить лечение и наблюдать такого человека на протяжении всей его жизни. И говоря о продолжительности, то американские исследователи проводили такое исследование и установили, что продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека не отличается от продолжительности жизни любого другого при условии, что человек, который живет с ВИЧ, постоянно принимает терапию. Если же он не принимает терапию, не лечится, не обследуется, то продолжительность жизни может сокращаться непредсказуемо быстро. Поэтому каждый, кто, скажем так, ведет рискованный образ жизни, кто употребляет наркотики, не обязательно наркотики, даже алкоголь, который может привести к определенного рода растормаживанию и способствовать рискованному поведению, то есть незащищенные половые контакты. Это все может привести к инфицированию. Все такие люди, кто чувствует за собой этот риск, должны регулярно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. То есть минимум один раз в год такое обследование должно проходить каждый. Те, кто являются группой риска, должны проходить такое обследование чаще. Что это за обследование? Обследование на ВИЧ можно проходить с помощью экспресс-методов, можно проходить у нас непосредственно в Центре профилактики борьбы со СПИД, когда берется кровь из вены и происходит определение антител к вирусу иммунодефицита. Если же тест положительный, тогда проводится весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Если мы получаем отрицательный тест, то это говорит о том, что на протяжении предыдущих трех месяцев не было эпизодов, которые могли бы способствовать заражению человека. Учитывая, что инкубационный период при ВИЧ-инфекции достаточно длительный, может достигать до полугода, то в таких случаях мы рекомендуем повторять обследование минимум раз в три месяца. Вадим Владимирович, а может зависимый человек взять и завязать с употреблением? Или это должна быть какая-то продуманная, долгая работа? Наверное, взять и завязать получается... Взять и закончить с этим. Как сказать-то это? Что-то из разряда фантастики. Конечно, этому часто предшествует очень большая работа. Самого человека, его близких, специалистов. И это происходит часто на протяжении долгих месяцев и нескольких лет даже. Но такие случаи, как у Анны, когда речь идет о долговременных ремиссиях, ремиссиях длиной всей жизни, это цель вообще оказания помощи, чтобы человек отказался и дальше не вернулся к употреблению наркотических веществ. Но статистика свидетельствует о том, что годовая ремиссия, то есть неупотребление в течение года после лечения наркотических веществ составляет где-то 12-16%. Это не такой уж большой результат, к сожалению. Поэтому это и свидетельствует об актуальности этой проблемы. Многие возвращаются, к сожалению, даже после полного курса лечения к употреблению наркотиков. Трехлетние, пятилетние ремиссии становятся еще меньше. Но, тем не менее, есть люди, которые заканчивают лечение успешно. И во многом на эффективность лечения влияет длительность этого лечения. Не только речь идет об дезинтекционных мероприятиях, на что настроено чаще всего большинство обращающихся. Речь идет о длительной поддерживающей терапии, медикаментозной, о работе пациента с психологом и психотерапевтом, о работе родственников с этими специалистами. Затем подключение реабилитации, когда уже первые этапы лечения прошли, основные симптомы зависимости сняты. То очень важно, чтобы человек научился жить трезво, вернулся к социально активной жизни, к семейным здоровым отношениям. И это часто происходит именно в условиях уже реабилитационной среды. И как раз вот среди тех, кто проходит полный курс лечения, включая реабилитацию, вот среди них проценты отказов и долговременных ремиссий намного выше. Вот 40% вы назвали, да, и тоже наша практика показывает, что даже 50-60% лиц, прошедших реабилитацию, они остаются потом долгое время без наркотиков. И эта ремиссия очень качественная и долговременная. А какие методы лечения сейчас работают? Ну, как я уже сказал, это как бы разносторонняя индивидуализированная терапия, связанная и с дезинтоксикационными мероприятиями, и с поддерживающей психотропной терапией. Это лечение сопутствующих соматических заболеваний, в том числе, да, от которых мы сегодня говорим, это часто и вирусные гепатиты, и ВИЧ-инфекции, и другие заболевания. То есть это медикаментозное лечение в том числе? Это медикаментозное лечение, да. Но очень важно, когда пациенты готовы принимать участие в работе психотерапевтического плана, когда речь идет о психологическом воздействии. Потому что изменить взгляды на жизнь, да, свои установки, убеждения с помощью таблетки невозможно. Это все-таки работа, которая проводится самим пациентом, в контакте с специалистами, в контакте с другими, может быть, потребителями. Потому что такие формы, как анонимная работа, как группы анонимных наркоманов, тоже хорошо себя зарекомендовали. Это группа самопомощи, взаимоподдержки, которые работают по 12-шаговым программам. Во многих революционных центрах именно эта стратегия используется, оказание помощи. Поэтому здесь, чем больше будет использовано ресурсов для лечения, тем лучше будет результат. Надо сразу настроиться и самому пациенту, и их родственникам, что, к сожалению, этот путь не очень быстрый. Анна, исходя из вашего опыта, что вы можете сказать о своей реабилитации и о том, как она проходит именно в вашем кризисном центре? Ну, я согласна с Вадимом Вадимовичем, что нужно, конечно, комплексно. И очень здорово, когда взаимодействуешь и с медицинскими учреждениями. То есть к нам тоже приезжает и проводит психолог семинары для наших подопечных из комплексного центра социального обслуживания населения. То есть очень много разных им предлагают на благотворительной основе приехать к нам как психологи. Но все равно я всегда обобщаюсь с каждой, что это все равно специфические люди. То есть они немножко другие. Просто обычный психолог не всегда может правильно, так скажем, составить работу с ними. Поэтому вот долгое время мы уже занимаемся с одним психологом. И, в принципе, это помогает и нам тоже объективно где-то взглянуть на то, что происходит с человеком. Вообще программа нашего дома матери и ребенка, она построена... Тоже у нас есть комплекс мероприятий. Есть распорядок дня, куда входит и 10-шаговая программа. Она похожа на 12-шаговую. У нас есть духовная часть, есть время трудотерапии, мы ее называем. У нас она называется восстановление трудовых навыков. Мы не работаем где-то на кого-то, просто внутри нашего проекта все бытовые дела по дому и в рамках проекта делают сами участники проекта, участники программы. То есть сами мамы в данном случае это и стирка, уборка, готовка. То есть мы очень активно занимаемся социальной работой. Я считаю, что это тоже очень положительно влияет на наших участников программы, потому что они как бы видят свою значимость. О том, что они не просто такие вот люди хуже других, потому что они вот в этой проблеме оказались. То есть мы очень много взаимодействуем и с местами лишения свободы, и с различными учебными заведениями тоже стараемся активно заниматься профилактикой. Такие праздники, как 26 июня, день борьбы с наркоманией, день памяти умершим от СПИДа, день борьбы. То есть это все те наши любимые, наверное, даты, которые мы тоже стараемся всячески как-то освещать, и чтобы сами наши участники программы в этом участвовали. Конечно, поддержка, дружба, общение. Мы живем как община, знаете, то есть 24 часа в сутки. То есть как вот у каждого из нас есть семья, мы все находимся, да, у себя в семье дома. Вот точно так же это мой дом, только рядом со мной живет еще таких 10-15 человек, которые и мы все, начиная, когда мы проснулись с 6 утра, и пока мы не уснули в 10 вечера, каждый час у нас расписан. Есть, конечно, и культурный досуг. Мы стараемся привлекать различных тоже специалистов из разных сфер для того, чтобы наши участники программы и в культурном, и в бытовом, и в социальном статусе выходили на другой уровень. Учим их элементарным просто бытовым вещам, потому что такие люди, они, как правило, предоставлены долгое время сами себе, не знающие, что такое ответственность и не так относятся к детям. То есть мы стараемся все эти сферы, особенно их отношения с детьми, уделять этому большое внимание. Наша съемочная группа у вас также в декабре была в гостях. Когда мы приехали, все были, что называется, предели. Никто свободен не был. У нас строгие правила, я считаю, что все равно вот эти границы, которые создаются, да, как бы внутри вот даже нашего проекта, то есть все по времени, у каждого есть своя обязанность. Эту обязанность он несет ответственность, начиная там с мелочей, там, не знаю, полить цветы, помыть посуду, заканчивая тем, что он заботится о меню, о том, что мы будем есть. И это менять человека, конечно, как я уже сказала, да, в совокупности, да, со всеми другими вещами и специалистами. А какая профилактика все-таки, на ваш взгляд, как медиков, да, самая действенная? Я думаю, что личный пример родителей — это самый эффективный способ профилактики. И, конечно, на родителях лежит огромная ответственность, потому что бы минимизировать риск и вовлечение в употребление наркотиков своих детей, и эта ответственность лежит в них, начиная с самого раннего детства своих детей, да, то есть речь идет о создании здоровых взаимоотношений в семье, любовь, поддержка, понимание — это все достаточно большой труд, да, который достигается всеми членами семьи. Также большая ответственность родителей заключается в том, чтобы создать заполненный досуг своего ребенка, потому что тогда меньше останется времени на то, чтобы задумываться об изменении своего психического состояния, интересоваться темой наркотиков. Также очень важно, что во время этого досуга, да, человек реализует какие-то свои качества, способности, повышает свою самооценку, формирует здоровый круг общения. Важно, чтобы родители принимали участие в совместных мероприятиях с ребенком, и в этот момент как раз родители могут больше узнать о своем ребенке, о его круге общения. Мы рекомендуем приглашать друзей ребенка к тебе домой, чтобы знать, с кем общается ребенок, потому что очень важно не допускать потребителей наркотиков в круге общения. И также, что еще очень важно, как я уже сказал, показывать личный пример трезвого образа жизни, да, и правильно и категорично высказывать свое негативное отношение к теме наркотиков. То есть потреблять наркотики неприемлемо, да, и такая позиция должна быть у родителей. А в школах, в учебных заведениях, как обычно профилактика? Конечно, образовательная организация тоже занимается активной профилактикой, в том числе в сотрудничестве с нами. Прежде всего, педагоги отличаются тем, что в отличие от врача, они видят детей ежедневно, да, могут увидеть какие-то признаки, которые свидетельствуют о начале употребления психоактивных веществ, и, соответственно, поделиться своими подозрениями с родителями, мотивировать их на обращение к специалисту. В этом, в первую очередь, заключается, по нашей точке зрения, их, как бы, да, участие в выявлении этой проблемы. С другой стороны, развитие коммуникативных качеств, вот этих вот, да, навыков полезных, общения, принятия решений и так далее, это все качества, которые формируются и в семье, и уже в таких институтах, как школы. И вот в школах сейчас, как сказать-то, наверное, важно было бы уделять внимание не столько традиционным лекциям специалистов, учителей, сколько тренинговым программам, где дети принимают участие активно, каждый, да, в этих мероприятиях и формируют вот эти полезные навыки. Кроме того, в стране функционирует такой механизм раннего выявления потребителей наркотиков, как социально-психологическое тестирование, организуемое педагогическими работниками, и профилактические медицинские осмотры, которые проводят психиатры-наркологи. В том числе, в этот момент происходит исследование мочин на содержание наркотических веществ. Это тоже позволяет выявить потребителей на самых ранних этапах развития болезни, когда помощно и более эффективно. Поэтому здесь тоже хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они правильно понимали цели, задачи этих мероприятий и давали согласие на участие своих детей в этом мероприятии. А в том возрасте, когда дети уже самостоятельно принимают решение, мотивировали бы их на участие и в осмотрах, и в тестировании. Александр Сергеевич, у СПИД-центра тоже свои профилактические мероприятия есть? Я бы не назвал их своими. Это общие профилактические мероприятия, которые мы проводим ежегодно. И для этой цели привлекаем и сотрудников некоммерческих организаций, и в сотрудничестве с представителями других отраслей медицины проводим. В первую очередь, конечно, они направлены на информирование населения. Даже у нас есть такой оценочный показатель, как уровень информированности населения о проблеме ВИЧ-инфекции. Конечно, мы говорим и о проблеме наркопотребления, учитывая, что это все взаимосвязано. И наша профилактика направлена на своевременное выявление ВИЧ-инфекции. Но при этом, выявляя, мы обязательно проводим эпидемиологическое расследование с целью установления причин заражения. И, как я уже сказал, что в 30% причинами является потребление наркотиков. Поэтому, конечно, работа, которая проводится в рамках профилактики, направлена в том числе и на профилактику употребления наркотиков. Что касается подрастающего поколения, работы в образовательных учреждениях, то в этом отношении я могу так не на правах рекламы, но, наверное, сказать, что серьезную лепту вносят наши волонтеры-медики, студенты и медицинского колледжа, и медицинского университета, у которых разработана целая программа. Это программа федеральная, это и деловые игры, и тренинги, и обычные лекции, которые как раз-таки направлены на то, чтобы сформировать правильную систему ценностей ребенка и сформировать понимание того, что наркотики — это вред, к чему они могут привести, что это не модно, что это не является каким-то примером для подражания, и к чему в итоге это все может привести на совершенно конкретных примерах. То есть цель конечная — научить ребенка принимать решения в пользу отказа от потребления наркотиков, либо принимать какие-то действия в плане профилактики той же ВИЧ-инфекции, о которой мы занимаемся. Если можно, я минутку хотела бы сказать. На самом деле, действительно, дети смотрят на родителей, и родителям нужно проводить время со своими детьми. Вот даже у нас в проекте есть такое правило, как каждый день час для мамы. То есть каждый день есть час, когда мама должна со своим ребенком, неважно, возраст, количество детей. Мы специально так все делаем, чтобы они были в разных местах и конкретно уделяли внимание детям. Не тому, чтобы их помыть в этот момент, знаете, и сделать там, разобрать их вещи, а конкретно общению с детьми. И раз в неделю, вот у нас есть день мамы, когда мама вместе со своим ребенком делает все, что нужно делать по дому. И знаете, это большая проблема. Они не знают, что делать со своими детьми. Целый час. То есть это проблема. Они готовы собраться вместе, разговаривать, обсуждать, какие вопросы с его ребенком. Но конкретно с ребенком взаимодействие, причем вот я смотрю из опыта, неважно, сколько ребенку. То есть маленький, я не знаю, что с ним делать, большой, мне с ним не о чем поговорить. И знаете, вот опять же хочется обратиться к родителям, потому что это очень важно. У нас в семье есть такая традиция. И я понимаю, что если, например, изначально, какое-то время, да, как я уже говорила, я не жила со своей дочерью. То есть я была зависимой, потом я проходила реабилитацию. Долгое время я доказывала семье, что я нормальный человек. И когда мы начали с ней общаться, естественно, да, понятно, что моя дочь в 12 лет, она мне сказала, мама, тебя не было, и ты меня сейчас будешь учить. И только через время, благодаря тому, что мы с ней общаемся, только благодаря этому, я понимаю, что дочь сегодня прислушивается к моему мнению. Она является там тоже основателем, ну не основателем, они взяли уже этот проект, и сегодня его развивают в Твери, проект Лавы, с о том, как строить отношения среди подростков. И я радуюсь, что мой ребенок сегодня, моя дочь, которая там три года назад мне говорила, мам, знаешь что, ты себя учи, вот у меня есть друзья, они меня больше понимают. Сегодня она меня слышит, и это потому, что нужно проводить время. И вот это очень важно, чтобы родители услышали и делали это в своей семье. Лучшая профилактика это любовь и внимание. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Мы обсудили проблему профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции Тверской области. Будьте внимательны к своим детям. Всего доброго.